Всем привет из Киева! Меня зовут Оксана, и сегодня я хочу поделиться своим собственным видением оформления вышитых работ. Masama World! Если вы смотрели все мои видео, то вы в курсе. Напомню, что я не училась ни в какой школе искусств, университете художеств, в общем, не имею образования багетчика. Я просто сужу с позиции зрителя, с позиции вышивальщицы, со своей позиции собственной. Вы же, конечно, можете со мной согласиться или опровергнуть это мнение. Это ваше право. Для этого существуют комментарии под данным видео. Хочу начать с наиболее очевидных для меня, по крайней мере, ошибок в оформлении вышивки. Это неправильный выбор цвета паспарту относительно цвета самой основы для вышивки. То есть, вы видите, здесь черная канва и сделано белое паспарту. Да, я согласна, в некоторых стилистических решениях в интерьерных, например, в квартире, это будет оправдано. Когда, например, картинки все черные, а паспарту у всех белые и их много на стене, тогда это смотрится стильно, прикольно. Ну или какое там у этого стиля есть умное объяснение. Здесь же картина, наоборот, теряется. Она как бы уходит вглубь, потому что белый цвет паспарту и вообще светлый цвет. Паспарту он всегда выходит вперед, а картину более темную он отодвигает назад визуально. Для наглядного примера я нашла две одинаковые вышивки, оформленные по-разному. Посмотрите на этого тигра. У него паспарту подобрано светлых оттенков. Вроде бы ничего смотрится, да? Ну а теперь сравните с работой, которая оформлена в черное паспарту. Смотрится гораздо ярче и тигр выходит на первый план. Дальше ошибка, как и в первой картинке, которую я вам показывала, это отступы от рамы, от вышивки до рамы на черной канве. И тем более, когда есть четкий срез, как в данном случае срез травы, лучше все-таки раму или паспарту равнять именно по срезу самой вышивки. Следующий тип ошибок, который хочу выделить, это слишком вычурное, неподходящее друг к другу оформление. Я имею ввиду, например, паспарту, не подходит самой раме по цвету. И также сложно сочиненная рама вместе с широким довольно-таки паспарту и еще и каемочкой внутри смотрится слишком наляписто. Точно так же, как и на этой зимней картинке, где вы видите разрисованную раму а-ля мрамор или что-то такое. Эти все эффекты, они отвлекают от самой картины. Данная леди от Dead Dimensions вообще, по моему мнению, оформлена ужасно. Здесь та же проблема, слишком много всего и не совпадающего с самой картиной. Посмотрите на нежные ленточки у дамы на шляпе, а также на ее изящное, очень приглушенного цвета одеяние. Далее мы видим хорошо подобранное паспарту, пусть даже и с эффектом мрамора, который я не люблю, или бархатное, скорее всего. Но все же оно подходит под эту картину. И тут кричащая золотая рама, которая абсолютно диссонирует с нежными лентами и всей цветовой гаммой. Ну и последний представитель этого рода ошибок, эта икона, как бы решил, наверное, собственник оформить по-богатому. То есть всего и сразу. Тут тебе и мрамор, тут тебе и полосы, и блеск, и паспарту золотое. В общем, все, что не жалко туда. Еще и картина бисером. Вот такая интересная штука встречается очень-очень часто. Это несоответствие цвета паспарту и цвета рамы. Я считаю, например, что рама и паспарту – это должно быть нечто единое целое, которое в своей связи создает платформу для просмотра нами самой вышивки, самой картины. То есть это фундамент, который выносит на взгляд зрителя саму картину, но не берет внимание на себя. Здесь же, когда диссонируют цвет паспарту и цвет рамы, текстура паспарту и характер самой рамы, мы видим только эти различия, которые и создают дискомфорт при любовании очередным шедеврам. Немаловажно также подбирать правильную ширину рамы. Слишком узкая рама на большой работе будет смотреться несуразно или так, как будто бы ее и нет вовсе. Вот как на этой работе с котами. Посмотрите на этот прекрасный вышитый букет. Вы видите раму? Я, например, с трудом ее разглядела. В данной работе, я считаю, неправильно вырезана паспарту. Нельзя, если у вас есть готовая рамка, впихивать в нее абсолютно любые вышивки. Вы тогда будете видеть сплошной лист паспарту, просто зеленый какой-то кусок бумаги, в центре которого нелепо выглядывает что-то вышитое. Вот про откровенные косяки мне не хотелось говорить, потому что мне казалось, что это уже прошлый век. И на самом деле все уже исправляют свои ошибки, все это видят, все это понимают. Но когда я увидела такое на YouTube, мне стало немножко не по себе. В общем, я решила вам показать, а вы уже можете высказаться, нравится вам такое оформление или нет. Я понимаю, не у всех есть возможность пойти в багетную мастерскую и заказать раму четко по размеру. Но ровно, отцентрировать, то есть расположить работу по центру, имеющиеся рамки, я думаю, это возможно. Дело в том, что это же очевидные косяки, это же очевидно, что работы оформлены неправильно. Еще и с какими-то железными штуками, с помощью которых вы вешаете на гвоздик вашу картину, они видны на лицевой стороне. Для меня это, например, непонятно. Также я считаю, что работа как минимум должна быть поглажена. Да, возьмите, намочите работу, постирайте, если вы ее не стираете, то просто погладьте. Если боитесь гладить нестиранную, то растяните, натяните ее на скотч, натяните на скобы, в конце концов. Но не вставляйте помятую работу в рамку. Это недопустимо, в моем понимании, конечно же. И да, мне все еще интересно. Вы действительно считаете красивым такое оформление? Я не понимаю, когда оформляется работа в тяжелую раму. В общем, в рамы, которые не подходят по сюжету к вышивке. Вы видите на картине акварельные нежные цветы сирени. Здесь ваза, здесь прозрачная вода, нежные цветочки. Ну, видите, да? При этом очень тяжелого цвета коричневого паспорту. Ну ладно, можно было это как-то компенсировать более светлой, что ли, рамой. Но нет, рама тоже тяжелая коричневая, причем она сложная. Это, я считаю, не подходит к данной вышивке по духу, по сюжету. То же самое здесь. Я уже не говорю про помятую канву и не центрированный рисунок сам по себе. Я говорю про раму, которая не подходит к сюжету. Рама золотая, с завитками. Сюжет полевые нежные цветочки. Окей. Теперь я вам расскажу, как я вижу картины с неправильно подобранным цветом паспорту. Например, данные олени. Ну, вроде бы на первый взгляд все окей. Но! Меня, например, смущает почти персиковый цвет паспорту, который становится персиковым на фоне голубой вышивки. Этот цвет паспорту диссонирует с самой работой. Я понимаю, что на работе есть такие оттенки. Но если вы подбираете паспорту под абсолютно любой оттенок на картине, вы можете запутать зрителя. Сейчас я объясню на следующей картине. Знаменитое северное сияние. Вы видите проблему? Главный акцент на картине не на домике, не на теплых оттенках. Главный акцент на холодном северном сиянии, на зимнем времени года, то есть на холоде. Но почему-то паспорту было подобрано даже не желтое, чтобы подчеркнуть, например, тепло огня в доме, уют, очага, что вас ждут в этом домике. Нет, паспорту персиковое. Следующая картина тоже говорит сама за себя. Цвет паспорту не подходит картине. Причем здесь и рама тоже не совсем подходит, потому что ее рисунок больше напоминает мне какие-то африканские мотивы, чем спокойный лес и горное озеро. Здесь мы с вами наблюдаем вообще очень яркий пример того, как не нужно оформлять работы. Во-первых, сама рама своей вычурностью не подходит к картине, но и то ее можно было как-то подогнать, если бы правильно было выбрано паспорту. Во-первых, паспорту здесь очень широкое, что, конечно же, зрительно уменьшает картинку. Если бы хотя бы было два или три паспорту, уже можно было бы говорить о каком-то объеме. А так это плоско, это зажато и это не подходит по цвету абсолютно к раме. К этой картине вот можно придраться, а можно и не придраться. Я придерусь, она мне не нравится, потому что паспорту одинарная, потому что полная зашивка и это смотрится не очень. И паспорту светлее, чем основные цвета на картине. Да и к тому же сильно диссонирует с цветом рамы. Посмотрите теперь на данную работу, которая оформлена, по моему мнению, просто идеально. Рама и паспорту двойное составляют единую композицию и также они выгодно подчеркивают саму картину. Здесь вы можете наблюдать примеры картинок зажатых. Ну вот тем, которым не хватает воздуха. Помните, я в приколах вам рассказывала такую историю? Я думаю, не надо много объяснять по этому поводу, вы и сами все прекрасно видите. Давайте немножко больше простора своим картинам. Не зажимайте, даже если у вас рамка идеально подходящая по размеру, если ваша вышивка вписывается прямо в эту рамку, это не значит, что она будет смотреться в ней выигрышно. Давайте еще поговорим о косяках. Я просто пролистаю картинки, которые, ну вы и сами видите, что здесь происходит и как не нужно делать. А вот на этой картинке посмотрите, какие есть косяки. Конечно же, паспорту вы сразу видите, что вырезано из бумаги, это смотрится совершенно дешево. Это удешевляет вашу работу, лучше потратиться и вырезать, пойти в багетной мастерской нормальное паспорту, это не так дорого стоит. Но тут еще дело и в рамке. Сама работа не предполагает такую какую-то теплую раму. И более того, она выполнена в силуэтном типе картин. И, конечно же, здесь просится более тонкая, лаконичная, глянцевая рама. Максимально не подходящая по цвету и по фактуре рама к картине. Тоже белые полосы по краям, ну это такое, то, что вы видите сюда. Еще одна ошибка, которую я считаю ошибкой, это слишком широкая паспорту. Но здесь создается впечатление у меня, что я скачала себе обои на рабочий стол, они оказались плохого качества, и я не могу их развернуть на весь экран. Поэтому у меня остаются вот такие широкие поля. Вот здесь все величие и грандиозность этой карты пропало, потому что оставлены какие-то белые поля внизу. Что это за надписи непонятные? И это, в принципе, не важно, потому что вся картина потеряла свой шик. Опять очень широкая паспорту, а еще и белый цвет. Вообще с белым цветом паспорту и рам надо быть крайне осторожными. Они съедают саму картинку, просто съедают. Вот, например, посмотрите на мои работы. Да, у меня тоже были такие косяки. По-моему, это первая картина, которую я оформила в багете. Посмотрите, я полностью тогда доверилась вкусу багетчика, и посмотрите, что получилось. Во-первых, очень тонкая рама для такой большой работы, но большой эту работу сделали сами багетчики, оставив огромные отступы от самой вышивки и сделав одинарное белое паспорту. То есть сама вышивка, она просто потерялась где-нибудь там в глубине картины. Я понесла на переоформление данную работу, и мы просто решили сделать меньше эти отступы. Да, картина немножко выиграла, но почему опять белое паспорту, Оксана? Лучше бы я добавила еще одну или две рамы, знаете, как бывает, наслаивают рамы, ну так, чтобы это было красиво, конечно. И добавила бы двойное паспорту, например, и выглядела бы картина намного лучше. Следующий мой же косяк, это картина, оформленная тоже очень давно, тоже в одинарное паспорту, которое абсолютно, я считаю, не подходит этой вышивке. Паспорту очень широкая, розочка где-то там затерялась, и да, она мне абсолютно это оформление не нравится. При всем при этом паспорту еще и блестящее. Ну что, вы, наверное, уже устали от моей критики, но у меня для вас еще есть просто грандиозные, шедеврально оформленные картины. Это дорисовка на паспорту и рамах. О да, здесь можно говорить часами, но я постараюсь уложиться в одну минутку. Значит, самый главный принцип, ваша дорисовка не должна забивать саму картину. Она не должна конкурировать с вашей вышивкой. То есть, когда зритель смотрит на такую картину, на такого рода оформление, он не должен в своей голове думать о том, а что же вы ему показываете, живопись или вышивку. Зрителю должно быть четко понятно, что он смотрит на вышивку, а не на какой-то совместный проект художника и вышивальщицы. Я вам сейчас показываю те картинки, которые я считаю неудачно дорисованными. Особенно посмотрите на эту. Когда я ее увидела впервые, я думала, этот цветок хочет на меня напасть. Вот честное слово. Просто отталкивающее, устрашающее, угрожающее впечатление. А теперь я хочу показать вышивки, которые, по моему мнению, дорисованы очень изящно и очень к месту. Это вышивка под крылом от Neocraft. Посмотрите, как изящно дорисованы веточки. Они абсолютно не напрягают взгляд, и все внимание остается на вашем шедевре, на вашей вышивке. На этой картинке дорисованы очень нежно и ненавязчиво следы, уходящие вдаль. Супер, правда? И еще одна работа, которую я считаю просто шедевральной. Хоть тут и много дорисовки, больше, чем на прошлых работах, которые я вам показывала. Но посмотрите, как умно отделена вышивка от самой дорисовки. Просто дополнительным паспорту. Все внимание, конечно же, на вышивку. Ну и теперь стопроцентное, не делайте так. Не оформляйте трудоемкие и красивые, грандиозные работы Dimensions в подушке. Ведь на них столько бэкстича, в них столько вложено труда. От этого картина потеряет свой шик. Ее нужно обязательно оформлять в багет. Ну и, конечно же, не вышивайте на хлебе. Не надо. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши лайки, комментарии. Оставляйте свое мнение об этих картинах в комментариях. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok